Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по-другому. А мне семечек? А мне? Чтобы залутать с помоечки мусор, ребятки, надо выкинуть сперва свой мне мусор. Вот кому интересно, что я выкидываю в помойку. Вот так мой мусор выглядит. И вот так выглядит Димми. О, клобуки смотрю. Клобуки смотрю. Ха-ха-ха. Да не, я такое брать не буду. Все, у меня, ребят, мусор весь сгнил, завонялся. Капец, тут свалочка. О, конкуренты. Вот они, сука, мои конкуренты. Бомжи, гиенны, голодные. Буду ловить на помойке, сука. И нагибать. Памперс, водичка. Умой, Димичкини, личико. А? Что? Да ничего. Нет, тут-то голяк. Поехали дальше. Ничего. О, только подъехали кормилицы. Димички, приметил уже пакетик? Что у нас тут по шмоткам? Трепье? Ну, топичек там, лифчикчик. Что там? Секс? Или кто? В пакете живет. Так, тихо, Димички. Не ругайся, пожалуйста. Ищи технику. О, вы носки с сенсой. Лапшичка. Сюда. Рюкзак моднялый. Сюда. Ага. Так, а вот это вы носки. Аккуратненько. О, техника. О, утюжочек для волос бибный. Рублей за сто продадим. О, коробочка от ювелирки. О, смотри, какое ожерелье. Угу, красивое. Я знаю, кому подарю. О, еще смотри. Смотри. Кружечка. Набор подарочный, кружечка. Смотри. Тихо, тихо. О, ребят. Прикинь, серебро. Серебро, чувак. Серебро. Прикинь, соколов. Чувак топ. Я знаю, кому подарю. Серебряный кулончик с сердечком. Вау, красиво. Так, тут прям вообще полностью весь подарочный набор. Охренеть. Кружечка, ложечка. Дай-ка. Нифига себе, ребят. Цепочка соколов. Возможно. А вдруг это белое золото? Аккуратно только колонне урни. Неплохо, ребят. Помоечка осеребряет. Ой, надо забрать эту лапшичку. Ее тоже купят. Так, нифига себе. Вдруг тут еще серебро есть. А может это даже белое золото, ребят. Серебро. Убери в пакетик вот этот с бусами. Ага, все, нишсяк. Димечке. Вот это подарочки помоечка дала. А? От золота с помоечки я бы сейчас не отказался бы. А кто под золото-то отказался бы? Диме. А от барни откажешься? Да. Не хочешь? Не, я съем попозже. Пусть лежит. Нифига себе, ребят. Как можно барни не любить? Цитрусовый коктейль. Дезодорант. Это как раз надо. Все. Помоечка дарит не вонючие подмышки. Димечки. На попшикай подмышечки. Будешь пахучий. Прям сильно много ебашь. Не жалей, это с помоечки. Бесплатно, если досталось. Так, тут косметика чуть-чуть, мыльнорыльного бутылочка. Димечки. Димечки. Да ты залутник. Вот это вот главное не проебать. Надо сумку сделай как-то, подними уже. Пора ее поднимать. Так, что у нас тут? О, еще вынос. Так, что у нас тут? Вот такой ополовничек. О, часики. Вау, нифига себе. А, ну обычный Китай, но прикольные. Смотри какие. Хочешь себе забирай? Не, не, не. Презервативы. Ребятки, гороскоп любви 12 презервативов. Гладкие. Стрелец. Они запечатанные. Помоечка дарит пропердал. И вот кому-то любовь. Вот такая вот любовь. Видимо, они расстались. Видите, ребят? Пара рассталась по-любому. Фотки вот с сердечками. Все разорвано и в помойке. И презервативы уже не понадобились. Вот так вот по мусору, ребят. А может золото, которое бывший подарил, тоже будет в помойке? Кстати, да. Вот так вот, ребят, люди расстаются. И по мусору, по пакету с мусором можно понять, что вообще у людей произошло. Это, как знаете, как я Шерлок Холмс сейчас расследовал. Вот это дело. И вот даже трусики женские вот этой девчонки, которую бросили. Трусики красивые, кстати. А вот тут что? Бутылочка какая-то. Вау. Это фигурка? Оно пахнет, Димми? Да понюхай, это мыло. Я знаю. Да, оно пахнет. Димички, оно пахнет. Гороскоп любви, вот это мне надо. Так, что у нас еще? Может оттуда еще пакетик? Вот, кстати, как будто тоже оттуда. Нет. Он тоже синий. Те тоже такие синие же были, да? Или что? Понятно. Все, походу, да? Вынос закончился. Ну, интересный, согласись, вынос. Блин, одни бытовые отходы. Вот, что за сумочка. В таких сумочках деньги бывают. Капец, все, в этой сумке чисто визитки носили. Это ж визитки вот эти вот древние вообще. Кто сейчас пользуется визитками? Дим, вот скажи, ты вообще своей жизнью визитками пользуешься? Это шляпа, согласись, устаревшая. Это уже устарело, это прошлый век. Это ж их надо где-то хранить в кошельке, они вот так место занимают. Сейчас же 21 век на дворе уже в телефоне давно придумали приложение, с помощью которых можно делиться своими контактами и так далее. Есть, кстати, одно приложение, которым я пользуюсь. Называется Люмаконика. Шаришь? Шарю. То есть типа на улице вот у тебя просят контакт какой-то, да? Вместо того, чтобы визитку вот так давать, ты просто показываешь QR-код, человек его сканирует и все. Тема вообще имбовая. Сейчас, короче, приеду в гараж, более подробно, ребят, вам расскажу про это топовое приложение. Я в гараже, ребятушечки, так что слушайте внимательно. Я совместно с разработчиками приложения Люмаконика разыгрываем 100 тысяч рублей. Так что слушайте дальше, чтобы узнать условия конкурса. Перейдем к предыстории, как я узнал о Люмаконике. Недавно мой знакомый прислал ссылку на свою цифровую визитку в Люмаконике. Это такой современный мультипрофиль, где можно себя представить во всей красе. Про кормилицу рассказать, да вообще про что угодно. Хочешь личную визитку, хочешь рабочую. И все это, ребят, бесплатно, что немаловажно. Еще и тусовку можно создать и пригласить, допустим, на нее Димми, например, в новый рейд, чтобы конкуренты люксовые помойки не отжали. Самое прикольное это то, что одна ссылка или QR-код на твой профиль, где можно добавить и мессенджеры, и соцсети, и что вообще угодно, видосы, че хочешь. Вот это, ребят, реально современные технологии. Определенно это приложение супер люкс по полезности. Вот, допустим, QR-код на мою цифровую визитку. Просто сканируйте и посмотрите, как это круто. А чтобы не пересекать личные знакомства и рабочие, можно создать рабочую визитку и собрать в нее только деловые контакты. Еще в нем есть календарь событий. Захотел создать список личных дел, которые никто не увидит. Захотел создать публичное мероприятие, пригласить на него друзей или коллег. А можно и анонс тусовки, чтобы продвинуть свой бизнес, например. В общем, приложение очень полезное. А кормилица, ребят, не всегда дает то, что мне нужно. Поэтому мы и решили провести конкурс с денежными призами в 100 тысяч рублей, в котором трое случайных победителей смогут выиграть деньги и потратить их по красоте. Итоги конкурса, кстати, будут через 2 недели на моем канале или на сайте конкурса по ссылке в описании. А для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, который будет длиться 2 недели, необходимо скачать приложение, зарегистрироваться и купить по дешевке за 190 рублей премиум аккаунт. И репостнуть конкурс. Все подробности конкурса вы найдете по ссылке в описании. Там же найдете ссылку на это топовое и полезное приложение. А мы погнали дальше рыться в помоечке. Опа! А что у нас тут в мешочке? Как будто что-то имеется. Да! О, матрасик был. Пустая коробка. Чувак, тут выносы. Да, вот в этом мешке как будто. Журналы вот какие-то. Давай посмотрим. Смотри журналы. О, смотри какие уголочки, полочки. Ух ты, нефиг. О, вот это было. Ну что, о, доставай, показывай, что нашел. Автожурналы старые. Авторевью. Вау. Это продавцы. Hyundai Solaris, CrossTest. О, BMW. Волга, возвращение. Нифига себе, ребят. Вот это топовый журнал. Фонда Сибир, 1000 РР. О, топчик. Давай все, берем. Можно будет даже почитать. Интересно. Не, ребят, реально интересно. Так, это от туалета. Вот это вставка. О, боковая вот такая полочка. Смотрю. Вот, заберу. Пригодится в хозяйстве. Полочка тоже такая пойдет. Так, что у нас тут? Кусочек лампы настольной. Она поломана. Лак мебельный? Акриловый? О, надо лак мебельный? Он не, он жидкий, Дим. Он плескается там. Блин, может возьму? Ну, неплохо, ребят. Вот, что-то да и нашли. Хорошо. О, 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 о. А, это водой? А, шарики вот так вот. Плеваться шариками. Баульчик расчехляем новый. Прям новенький, ребят. Реально покупал баульчик, чтобы туда находочки складывать. И на барахолку товар собирать. Ребятки, нашел новую таполку от создателей хомяка, на которой уже зарабатываю от 5000 рублей в день. Тут все, ребят, просто. Просто тапаешь кокебару и выводишь себе на карту. И это пока, ребят, первая таполка, которая дает сразу тебе вывести заработанное. Тут, ребят, самое главное, что доступ только по приглашению. Мне выдали ровно 5000 мест. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Так что, ребят, тапайте и зарабатывайте. Тема очень топовая. Опа, я увидел ценнейший товар. Просто ценнейший. Вот это вот надо мясорубочка. Ммм, еще советская. Вот это люкс, чувак. Вот это за 500 рублей ее купят. Чувак, это ты просто дурак. А, смотри, даже с латуневой вставкой. Это топовая советская мясорубка, которой пятихат, это как минимум на авито. Да, выстави на авито. Так, а где болт от нее? Смотри, тут вынос с кухни. О, баночка прикольная вот такая, для крупы. Ну, там и так мука, кстати, можно забрать. Алюминиевая кастрюля? А, нет, это рынок. Келли оригинал. Продать проще. Продать можно. Смотри, ручки даже складываются. Давай. Вот алюминий. Вот это да. Хотя тоже продать можно. Вот эти банки, кстати, продать тоже можно. О, вот эти штуки для перца тоже вещь топовая. Да, сейчас, короче, крупу повысыпаю, а банки заберу. Их тоже купят рублей по 50. Классные баночки. В хозяйстве-то пригодятся. Боксик тоже классный. Можно взять на продажу. В бокс закину вот эти штуки с приправами. Ой, чувствую, мы нагребем сегодня всякого, Диме. Колонки. О, пойдет. Рублей за 150 на рынке продадутся. Ну, а что, там зернышко, там. Так и получается товар. О, 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 о. Ливчик женский. Есть тут еще чем поживиться. Какие-то тряпки. О, постелю, чтобы не запачкаться. Ну, все-таки надо, ребят, соблюдать эту чистоту, ну, стерильность, когда есть такая возможность. Тихо ты, не спеши с выводами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Диме. Дубли. Дублики Диме. Нормально, нормально. А что? Я уж подумал настоящие. Жаль, конечно, что дубли. Но потенциал был. Вдруг так могут же тоже так выкинуть прям деньги. Что-то, Димечка, мне кажется, ты вот протеин. О, да, она целая. Мне просто надо во двор. Это ж можно приварить. Она, смотри-ка, стильная, черного цвета сушилка. А если... Подожди, можно же их вообще оторвать и вместо них веревки натянуть. У меня веревки есть. Факт? Факт. Ну и все. А ну, давай соберем эту сушилку. А, она еще... Да это фигня, чувак. Давай забираем. О, нифига себе. А это что-то на богатом. Чувак, она из металла. Это топчик. Это купят. Дай сюда. Ну вот это пластик, а вот это металл. Выглядит реалистично. Выглядит дорого. Реально. Можно даже в нее цепануть где-то во дворе. Это такой лофт-стиль. Ништяк. Ее можно за пятихат продать. Да, ищи вторую ракеточку. Димми. Бабское тряпье. Покажи, подожди. Нет, вот такое пиджачище. Пиджачище женский? А может не женский? А, это такой костюмчик. Типа для работы. Слушай, я думаю можно взять костюмчик для работы такой. Клешевый. Вот еще штанишки. Тоже это кто-то работал, видимо. Заколка странная. О, это мне трусишки. Так а что нет-то? Смотри. Они вообще как новые. Люксовые трусики. Мне в корзинку спереди засунь. Не, ребят, я трусы с помоечки очень редко беру. Но иногда. Но этого требует мой пенис. Шучу. Писюн. А, вот, смотри какая маечка. Смотри, женская. Тоже деловая такая. Да это все такой стиль деловой, чувак. Это он-то. Тут вообще, ты что? Это шмотки топовые. Как это их не брать? Это они вообще. Смотри, какой стиль. Это дорого все стоило? А это что? Смотри, это для бабушки хороший товар. Они продуваемые. Продуваемые. Ну, держи, держи. Давай. Ну, его дерешь. Дяги ру эти сандалики. Дай посмотрю на сандалики. Вот они продуваемые. Смотри, как будто кожа. И нормальные еще побегают. Берем, берем, берем. Вот тебе надо. О, еще женские шмотки. Разговор у нас с ними, ребята, короткий. Куда шмотки девать, Диме? Ну как, их надо в пакет, чтобы они не спутались там с техникой всей дерьмо. А я, он может, в гараже сэконхенд открою. Димечки, лети, Диме. Посмотрите, какой мопед у Диме. Дим, только не газуй. А то у тебя очень громкий мопед. Хорошо, Диме? Пока он в куртку вкусный. А? В куртку у этого доставщика надо забрать. В куртку заберем доставщика, конечно же, Диме. Сбербанк. Нормальная зимняя, кстати. Зимняя обожаю гостаться. Да, я знаю, Димочка любит такие зимой таскать, реально. Они теплые. Хорошие прям курточки такие. Так, что у нас тут? Тазик какой-то с Маджои. Ну это ему жопа. А вот это что? Шарик. О, так он даже взлетает, ребят. Я его сейчас отпущу. Пусть летит куда-нибудь. Ой. Все, полетел. Можно? Давай, Паша. Давай. Димечке нашелся шляпеточки Диме. А это Ребек. А, да это паленка. Это мусор все. Это паленка, чувак. О! Какие-то бумажки. О, это что такое, Дим? Это... А, это новая от мебели, да, походу? Кимоно нашел для каратэ. О, нифига, что это такое? Смотри, какая сумочка. Мне вот такое нравится. Это еще подкнопочный телефон, прикинь. Дедов стиль. А ну, тут выносаты. Еще какой-то рюкзачок Пепа Пик. Рюкзачок Адидас. Женская сумка. Опа, 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 опа. Вон, смотри, какие шляпочки мне дают. Кроме лица шляпочки. Угу. Вон еще какой-то. Димечки, ну я не выдержу, я шляпетки беру. Диме, пацаны, надо вам хвост куда-нибудь цепанете там? Типа вот так вот. Вот так вот ходить будете, вот так. Бери. А ну, давай, Димечки, ты обмотай как пояс вокруг. Смотри, да ты волк. Димечки, волк. Это стиль. О, вот так надо делать. Да, обмотай руль, реально, рентал. Вот, нифига, чувак. Да, да, вот так вот продень. Вот так вот. Да это вообще стиль. Ауф, реально мопед, ауф. Димечка, умеешь выйти? Нормально. Так, кажется, у нас тут. Так, окей, что тут? О, штанишечки, джинсики. О, the girl b-n-n-n. Размерно. Б-n-n. Так, ладно, Димечки, что тут у нас? О, эти всякие вот тряпочки мне надо в гараж. Такие полотенечки мелкие, понял? Это вытирать там все, пол. Ну, такое я беру, чисто, ну, ветошь, вытирать всякое говно. Кто? Клопы? Кто? Где клопы? Стой, дожди-ка ты. О, в таких открытках денежки были. О, без приколов тут пакет свежачка. У меня электроника. Электроника? Электрик. А ну. О, утюжок для волос пойдет. Фу, тут говном воняет, жесть. Ну, вот это полотенечко муж. А ну, оно пахнет бабушкой. Дим, а что делать, если бабкой пахнет? Не брать, наверное. Да не, нормально, я отстираю. О, тут кусочек ковра с клопами. А так, минус забрыганный. Фу, жесть, ну да, это помянем ковер. Минус коврик. Ребят, это светится аккумулятор, который у меня уже сел и умер от моих GoPro. Мы с ним тут, это, разговариваем уже по-серьезному. Он сдулся, я его еле с камеры достал. Смотри, как светится. Охренеть. Можно это как электрозажигалку использовать. Мужчина, может требух? А где Диме? Акум от GoPro просто это горит. А я зря так близко к нему это нахожусь. Он вдруг сейчас как взорвется с аккумуляторами, надо быть очень осторожным. Кстати, он нагрелся, аккум жесть, он раскаленный. Сейчас он загорит. Он может сейчас взорваться. Вот сейчас взорвется. Взорвется, да, руки закрою, вот так прикрою, ну как щит. Вот это поможет мне? Глаза мне не это. О, вещички опять выкинули. О, что это такое? Платье такое интересное. Ха, детское, правда. Не, ну в принципе, может тут что-то повыбирать, да и можно. О, нифига себе. Вау, какая розовенькая. Толстовочка прикольная. Ну, закошлаченная, но приятная. Стол окея где? О, нифига стул, вот это мне надо. Капец, он кайфовый. Пацаны, да его можно за рубля два толкнуть. Так, а что тут у нас? Диме, Диме, смотри. Да я увидел это. На, давай я тебе подам и это, выбирай, забирай, что там. О, кстати, слышишь, это на стул. Так две, смотри, значит второй где-то стул есть. Нифига, бери топовый, мне нравится. Нифига себе, какое зеркальце я тут увидел. Я его хочу забрать. О, кайф. Я себе в адвор его поставлю. Буду на него смотреться и бриться, мыться. Что? Самодельное взрывное устройство. Показывать нельзя? Скорее всего. Чувак, убери его, нахуй, меня. Да я в бак запрыгну, полутаюсь нормально. Дима, там уж и что-то самодельное взрывное устройство нашел. Нифига себе, какой найк. Жаль, что это паленка. О, шмоточки. Шмоточки. Ой, это что такое? Дождевик новый. Дим, на, быстрее, луда, это, блядь, забирай находки. Так, берем только нормальные шмотки. Только бренды, только Gucci, только Prada, Louis Vuitton, Hermes, Dolce & Gabbana. Только такое берем. О, сколько пазлов. У кого-то праздник был, красивенько тогда. Атмосферка у кого-то была. Elceloran, палетка, что-то уж. Ага, еще чуть косметики. О, это что-то тяжелое. Помада? Охренеть зеркало. Вот это что-то дорогое. Чувак, смотри, это что-то очень дорогое. Косметика. Металлическая какая-то помада. Это пауэрбанк какой-то. Какой пауэрбанк? Что у тебя за мысли? Какой пауэрбанк? Это от аптеки какая-то хуйня. Вот зонтик бери. Давай ты это. Вот это что внутри было? Ну, я не знаю. Это у тебя просто мысли не о том, походу. О чем о том? Самодельный пауэрбанк кто-то делал, а ты думаешь, там что-то взрывоопасное. Вот обои еще топовые. Смотри, смотри. Нифига, тут стульчики выкинули. Металлические? Да. Ну, такие дешевко видно прям. Пусть кому надо заберут. Такое тяжело будет продать. О, нифига себе полка. Охренеть, чувак. Это мне надо. Вот эти дедю-нядя. Чувак, вот эти дедю-нядя. А болты где-то? Для мыльно-рыльного. А от этого мне надо. Ну, давай, если что. Давай полку как-то заберем. Как-то сверху засунем на мопед. Смотрите, уже как загруженный у нее мопед. Но она тоже влезет. Мопед вообще бомба. О, это, кстати, на вечерний бал. Клобучи. Клобучочки. Клобучочков, да, много. Он легче. О, от компотика, фруктики. Бой, ждем. Почему? Сапожище береда. О, коверчик. Сюда. Дедю-нядя. Коверчик такой. Дедю-нядя. Такой хорошенький коверчик. Дедю-нядя. Коверчик, дедю-нядя. А что, большой полос топовый. Дедю-нядя. Так, а вот тут. Чувак, я все ковры спустил в расход. Ну, как бы в дело, в бизнес. У меня ковры на меня работают, понимаешь? Не я на ковры, а ковры на меня. Поэтому много ковров с помоечки не бывает. Я их в аренду, ребят, сдаю ковры. Ну, только между нами, ребят. Никому не рассказывайте, это очень секретный бизнес. Чувак, ебаный в рот, как я так поеду? Главное, чтобы на ходу оно не вылетело. Но выглядит максимально несуразно и ненадежно. Сия конструкция. Ну, а что не сделаешь ради такой божественной полочки? Ребятушечки. Вот прошло, наверное, часа три. И я зашел в копибару, с которой я должен вывести деньги. И мне на карту, ребят, залетает. Сейчас я вам покажу. Вот, смотри. 27 тысяч рублей. И очень быстро, ребят, пришли. Короче, тема очень топовая. Всем советую. И осталось всего лишь 4 тысячи мест. Я просто всем своим знакомым уже ссылки пораскидывал. Поэтому они уже тоже тапают и зарабатывают. Так что вы тоже погнали с нами. Залетайте по ссылке в закрепленном комментарии. А я пойду еще потапаю. А потом поеду на помойке вместе с Димой. О, масляный обогреватель. Масляный обогреватель. Ну, кстати, его разобрали, чувак. Это чисто металл. Да, оставь бомжам. О, он очень тяжелый. Чувак, он очень тяжелый. Забери, в ноги закинешь. О, прикинь сходу. Планшет. Нифига какой здоровый. А что это такое? Аккумулятор у него такой. Планшет Acer, чувак, чекай. Планшет Acer вот такой. Раритетный. Да, но экран-то целый. И вот аккум. Плату аккум выкинь. Почему как это выкинь? Он вроде целый. А, шлейф вырвали. Да, выкинь. Забираем. Как-то аккуратно. Планшетик Acer. Плата вроде... А, модем вот снят. Модом еще как в ноутбуке. Какой-то, да, такой мощный, тяжелый. На. Забирай только, я не знаю. Нет, туда засунь. Вот, вот, экран. Оберни его вот так. На. Что сейчас, да, я полутаюсь? Ему находки даешь, он все равно лезет. Поперед батю сюда. Ну, кормилицу. Я хочу сам задрать. Не хочу делиться. О, самокат. Конечно, есть выносы, Димми. Для тех, кто умеет паркуром заниматься, для них есть выносы. О, вот это хороший нахоточка. Он шляпный, но пойдет с собой возить, понял? Самокат убитый. Короче, ребят, забираем этот обогреватель. Он очень тяжелый. Димечке его интересует. А его ж можно сделать, чтобы он работал, кстати. Масло не течет с него? Нет. Посмотрите, ребят, как смешно едет Димми. Очень смешно едет прям Димечка. Димми. Помоечка. Выкину, ребят, свой мусор и залутаю чужой мусор. Вдруг что-то найду. Одеваем перчаточки. Так, а тут что? О, нифига себе, ребят, что я нашел. Это же эти, не желуди, а как, орех лесной. Нифига себе. Сколько его, ребят, смотри. Капец, был бы я белочкой, я бы так сейчас кайфанул. Рассыпалось еще много. Так, и сковородочка на алюминий. Нифига себе, блин. Это можно на улице рассыпать, и белки бы мне спасибо сказали. Ой, заберу в гараж, попробую, может вкусные они. Просто такие орешки могут быть старыми. Опа, нифига себе. А помоечка тут, ребят, праздничная. Нифига себе, какие тортики подарила мне. Два тортика. Это, походу, с магазина, ребят, выкинули. Просрочку. Вон какие штрудели. Так, 14 число. Так оно хорошее все. Это творожник. Все хорошие булки, ребят. Тут он, агуша. Вафли. Нифига тут хавки. Капец, агушу оставлю. А вот булочки заберу, буду кушать. Но тортики не хочу. Это вот опасно. Торты просрочены, это можно травануться. Нифига. Два пакета булок. Так. Неплохое начало, ребят. Так. Еда, это, конечно, прекрасно. Но вот хотелось бы техники поднять. Вот это что такое? Какая-то запчасть. Агуратура. Шляпная убитая. Ух ты. Ух ты. Стеклоочиститель. Нифига. Мне как раз надо. У меня заканчивается. О, какое-то говно. Нифига себе. Свинина тушеная. Нифига. Тушенки тут много. Достану вот для бомжей. Сгущенка. О, антижир. Вот это тоже надо. Свинина. Паштеты. Нифига себе. Ну, она вообще может быть даже непросроченная. Освежитель воздуха. Чтоб помоечка не воняла. Какая-то шубка, кстати, такая неплохая. Фурссонросе шуба. Блин, капец красивая. Она как будто натуральная. Она такая приятная, ребят. И в идеальном вообще состоянии. Да я ее продам тысячи за три. Спокойно, если не за пять. Неплохо, ребят. Пять тысяч нашел, считай. В виде этой шубы. Она реально офигенная. Так, вот это сытнейшая помоечка. Большая такая. Тут еще бомж живет. Кстати, посмотрим, он там на месте, нет? А нет. Вон там он жил. Уже не живет. Походу его выселили. Так, что тут у нас? Ну, тут что? Обои кто-то переклеивал. Эх, выноса с хаты нету. Это печально. Всякие банки. О, нифига себе. Это же чехол на руль. Новый. Да, ребят, новый чехол на руль. А, он вот покоцанный. Шляпный, короче. Может, его купят на рынке. В принципе, он еще побегает. Так, опа. Нифига, какие мини-весы для кухни. Лунтель. А, лентель. Я думал, лунтель. Так, а тут что, кстати? Пахнет выносом. Что за сумочка вот такая вот? А, это клач такой, типа, для косметики. О, неплохая вещь вообще. Такое. Еду надо. О, жижа для вейпа. И еще там жижки есть. Я смотрю. Вот еще жижа для вейпа. Трусики. Неплохо. Капец, сегодня помойка. Что-то хорошо жижи дает для вейпа. О, кепка 30 лет магниту. Уже 3 бутылки жиж для вейпа нашел. Приятный бонус, так сказать. Карандашики. Вообще новые, ребят, карандаши панда. О, шланга для кальяна силиконовая. Нифига себе. Вот эту помоечку я никогда не лутал. Очень интересно, что в ней содержится. Ага, трубы канализационные. О, небольшой вынос с хаты с какими-то зарыганными, кстати, шмотками. А вот в такой барсеточке вообще-то можно что-то найти. В виде финансовых средств. Ги Джиллиан бренд. Барсетки. Ну, видно, это кожа натуральная, ребят. У нее такой стиль, кстати, прикольный вообще. Нифига себе. Джиллиан. Вот столько стоят такие барсетки. Она убитая. Но, ребят, качество видно прям. Ну, люкс. Ей, походу, лет очень много. Но она мне нравится. Смотри, Колян. Немножко стильно как-то выглядит реально, да? Это кожа натуральная, прикинь. Вот видно, что ей лет дофига. А вот это интересно. Это выкидуха ножек, смотри. Вот такой вот ножичек. Блин, надеюсь, на нем нет никаких грехов на этом ноже. А вот эту сумочку я, наверное, себе оставлю. Она стильная реально. Такой цвет прикольный. Это по-любому какой-то бренд дорогой, итальянский. Офигеть, и ножик еще там был. Странный такой вынос. А ты криминальный чуть-чуть. О, еще. Вот это вот шляпа, а не сумка, ребят. Видите? Это дермантин даже, не кожа. О, очочки женские. Вот это возьмут. Рублей за 50 их купят. Так, строительного мусора много. Но вот барсеточку я топовую поднял. Опа, еще матрас какой-то. Вот шляпа. Или это одеяло, наверное. Ну, неплохо, ребят. Это примерно по счету пятая помойка. Это шубу, которую я с тысяч за пять продам. Кожаная барсетка вообще. Жижи для вейпа. Орешки лесные. Неплохо. Оу, еее. Ух ты. Тут сразу покрышка, ребят, Кенда. Ну, она убитая в хлам, стертая. Ее не купят. Ну, Кенда это фирма хорошая. И покрышка очень легкая. Прям вообще топовая покрышечка. Так, шмоточки. О, Адидас. Опа. Ух, как пьернул. Нет, а теплые шмотки их не купят. Это на зиму. Сейчас только летние покупают. Потому что на улице вообще жара. Прям аномальная, я бы сказал. Примерно 45 градусов. Поэтому я сейчас чисто по ночам роюсь в помойках. Потому что днем. Ну, просто теоретически невозможно. Нифига себе, ребят, там брошюра новая от наушников. Вот это одна из топовых помоек на этом районе. Надеюсь, мне повезет тут с находками. Баков очень много. Так что перспективы есть. И такие неплохие, я бы сказал. О. Обувь. Ну, это детская. Это не покупают, блин. О. Ну, какие-то шмотки. Опа. А тут не только шмотки. Рамштайн, диск. Еще какой-то диск такой интересный. Тоже Рамштайн. Ну, вот это можно взять на барахолку. Вот еще Рамштайн. Нифига себе. Так это, можно сказать, коллекционное все. Это тоже диск заберу. Кто-то угорал по Рамштайну. Да, диски до сих пор, ребят, выкидывают. Кто-то же их хранил. Нифига себе. Типа Диор сумочка. А она так-то как новая вообще. Мне кажется, она вообще новая, ребят. Смотри. Смотри. Новая сумочка Диор. Ну, это по-любому паль, я уверен. Ну, качество неплохое. Что тут? А, это от этой сумки, кстати. Это ремешок, наверное, от нее. Ну, может и нет. Сто вынос хаты очень интересные. Что это? А, пуанты новые. Это для этих балетов. Неплохо. О, еще, походу, оттуда же шлепки убитые. Такие тапочки детские вообще, как новые. Ребят, зашел за помойку, чтобы пассать. И вот тут на полу увидел вот такое вот. Ray-Ban очки. Ну, не знаю, Рик, нет. Но они вроде качественные очень. Нифига себе. Как новые. Смотрите, еще куча очков. Вот для зрения очки. Тоже качество хорошее. Zara. Чехол. И все очки в чехлах вот так тут валялись. Вот еще вот такие очки. Тоже красивые. И вот такие еще тоже в чехле. Прикольно, ребят. Неожиданно. И приятно. На, еще какой-то мультиактивный BB-крем для лица. Ну, можно взять. И пописать, кстати, не забыть. А то эти находки меня отвлекают. Опа, там возле помойки куча всего. Прям интересно. Какая-то полочка. Так, интересно. Опа. Нифига себе, какой найк красивый. А второй есть? Второго как будто нету. Ну, вот это уже... А, там пятки разорваны. Блин, за этого не купят. Хотя, кстати, не все... А, не, все плохо. Реально. Полочка. Как это? Самодельная полка из бумаги. Че? Капец качество. Следы тараканов прям видно вообще везде. Кошмар. Отсюда будет страшно мне что-то брать, если тут будет что-то. Хотя вот эту губку новую я возьму. Капец. Вот дохлый таракан. Тут все в тараканах. Таракан и писюн получается. Капец. Вот эта тема. Это заберу, это покупают. О, нифига си-ка. Ну, посуда. Нифига си, тут наборчик прям хороший. Посуды прям так целое все. Тарелочки вон какие люксовые. А, они со сколами все, нет, опасно. О, охренеть кофемашина. Бош. Фирмы Бош, ребят, охренеть. О, она денег стоит, пипец. Ее это, разломали прям в тотал. А может быть даже нет. Провод отрезали. Бомжи, сука. И что, прям разбили. Может все-таки нет. Может получится собрать ее. О, кстати, как будто получается у меня собрать ее. Вот эта, правда, я не пойму откуда. Нифига си, гадкофемашина. Да я ее заберу. Хорошо, хоть бомжи прям в тотал ее не разбили. Провод чисто отрезали. Провод я туда вставлю и все. Стоит такая кофемашина вот столько. Состояние не очень, но я думаю отмыть ее можно будет. О, это от нее крышечка. Вот отсюда как раз. Надеюсь, что она будет работать, ребят. Это очень ценная находка. Примерно такая кофемашина стоит, ну, тысяч десять бушная. О, это от нее инструкция. Охренеть. Это от этой кофемашины инструкция. О, нифига си. Это же ночник какой-то на батарейках. Нифига си, только он поплавленный какой-то. Опа. Опа. Вынос хаты как будто. Или нет? Ну, очень похоже на вынос хаты. То, а какая-то техника. Ай, это какая-то ванночка для воды, походу. Поилка для котов автоматическая, походу, ребят. Нифига. Еще грецкий орех. О, наушники. А, нет. Блин. Провода тоже нет. Ребят, я просто охренел. Сейчас подъезжаю. И смотрите, что тут выкинули. Куча вот таких коробок. Мимимишки. Точилка ударопрочная с контейнером. И вот такие новые точилки. И все в плесени. Промокло где-то, походу. Да, офигеть. Сколько точилок. И, кстати, не все коробки в плесени. Но все новое. Охренеть. Тут все точилки. И вот точилки. И вот. Смотрите, сколько точилок для карандашей. Охренеть. Просто жесть. Может, все-таки взять одну коробку. Вдруг на барахолке купят. Вот эту вот целую коробку возьму. О! Каждое. Еще тяжелая такая. Нифига себе. Ну все, надо в гараж ехать, выгружаться. Пахнет выносом с хаты, ребят. В таких вот сумках всегда вынос с хаты. Нет. В этот раз бытовые отходы. Тараканов много бегает. Прям вообще жесть. Это из-за жары, наверное. О, какая пандочка. Правда грязная. Ну, красивая. Оставим вот так. А тут, походу, очень много выносов с хаты. Вот в этих синих пакетах. Так. Это игрушки. Фигня. О. Так. Это все фигня. Смотри. Какая корзиночка. О, ее на барахолке купят. Опа. Ух ты. Нифига какой гелик, ребят. Брабус. Корзинку эту рублей за 200 купят. Так. Корзинку забираем. Гелик забираем. Охренеть. Какая винтажная курточка. Еще и двухсторонняя. Офигенная. Жаль, что она такая маленькая. Ну, на девушку подойдет, в принципе. Ну, это вообще винтажный стиль. Тут капец. Весь бак. Просто весь бак. В вещах. Не знаю, откуда столько могли выкинуть. Капец. Там просто до дна. До дна вещи. Спайдермен курточка. Такая тоже прикольная вообще. Два сеточки для вентиляции новые. Охренеть. Пистолеты с этими пульками топовые. Вот эти вот. Охренеть. И работают. Ребят, ну нерф. Охренеть. Нерф. Капец. Да многие дети мечтают о таких. Вот еще, ребят. Охренеть. И сколько пулек. Капец. Надо все собирать. Все забирать сейчас будут. Нифига. Какой пульт. Властелин небес. Да чего такой. Опять с мажоры выкинули. И с пульками, прикинь. Вот этот нерф стоит тысячи две. Охренеть. Охренеть. Ебать. Какой трансформер. Охренеть. Ламборджини, прикинь. Смотри, еще какая тачка. Охренеть. А что такие топовые игрушки выкинули? Бугатти. Охренеть. Чувак. Я не знаю, куда это складывать. Охренеть. Вот это машинки. Охренеть. Так. Вот это пульты, наверное, оттуда тоже. Так. Пульки, ребят, все эти собираю. Это капец. Укомплектую ими это. Пистолеты. О, нерф маленький такой. Офигеть. Капец, это все бабок стоит. Жесть. Игрушки вообще топовые. Вообще все хорошие. О, хотвилс, как будто джипик. Носки новые. Охренеть. Супра. Что это? Супра. Редар детектор. А, радар детектор. Новый, ребят. Супра. Охренеть запакованный. Но это, правда, не актуальный уже товар. Но все равно. Ну, что купит. Мне кажется, тут вообще гора техники. Скорая помощь. О, всякая сантехника. Труба для слива. Эти тройники. Капец. Так оно там новое все. Вот еще баги. Вот такая машинка. Офигеть. А вот это, смотрите, какой робот. Капец. Это дорогая игрушка. А, вот и пульт, наверное, от нее. О, еще игрушки. О, техника какая-то. О. О, а это что там такое огромное? Капец. Робот огромный, ребят. Охренеть. Охренеть. Вот это робот, капец. А где от него голова? Ладно, надеюсь, найду сейчас. А, да ладно. Это корабль на воде плавает такой. Вот такой кораблик на воде. Хотя он с колесиками. Это тоже могут купить. Капец, игрушка топовая.